Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Новый Игорь Илдашев. И напоминаю, что мы ведем прямые видеорепортажи с выставки PCVExpo 2018. Уважаемые друзья, прошлый год для нас начался очень интересно. Тема началась, что мы съездили в Китай для того, чтобы показать вам одно из типичных китайских производств, но не то, которое привыкли все понимать, что Китай – это плохо, а настоящее производство, которое делает качество нефтехимическую трубородную арматуру. И сегодня мы этим интервью, наверное, продолжим эту традицию и расскажем вам еще об одном предприятии, которое представлено в России также своим бистрибьютором компанией Avis Group. И сегодня более подробно о этой продукции, китайской продукции, и, конечно же, ее качестве, нам расскажет генеральный директор Avis Group, город Москва, Платонов Игорь. Здравствуйте, Игорь! Рад вас приветствовать. Ну и, собственно говоря, несколько слов о этом заводе, и, конечно же, его продукции для России. Значит, завод существует больше 20 лет. Значит, занимает он площадь 23 тысячи квадратных метров. Завод занимается механической обработкой, то есть они заказывают отливки с литейных фабрик и занимаются механической обработкой. То есть завод поставляет более 2000 различных наименований трубопроводной арматуры. Это начиная от обычного общепрома, то есть это обычные задвижки на низкое давление, там 10, 16, 25, и заканчивая высокотехнологичными клапанами на высокое давление, в том числе и на атомную промышленность, и на химию, естественно, на нефтегаз. Завод первый раз на выставке PCV-Expo, то есть они привезли образцы, то есть образцы, как вы можете видеть, они сделали в разрезе, чтобы потенциальные заказчики могли посмотреть, так сказать, внутренности, то есть какие-то ноу-хау или вообще там качество деталей предоставленных образцов. Игорь, ну на самом деле бытует мнение, да и, собственно говоря, я его разделяю, что нет дешевой арматуры, есть некачественная и качественная продукция. Что вы скажете про качество вашей продукции, в том числе про миф о том, что китайская бывает дешевая? Ну смотрите, начнем с качества. Завод, с которым мы сотрудничаем уже больше пяти лет, он как раз, почему мы выбрали сотрудничество именно с ними, потому что они ориентированы на качество. У них создана целая лаборатория, то есть закуплено большое количество оборудования для тестирования, у них есть квалифицированные специалисты, то есть дипломированные со всеми сертификатами, выданными китайским правительством. То есть они подходят к этому вопросу очень ответственно. То есть мы сами были несколько раз на заводе, в том числе привозили своих заказчиков, то есть когда выполняли какие-то крупные проекты, на их глазах проводились испытания, то есть неразрушаемый контроль, испытания давлением, то есть все это делалось по стандартам ГОСТ, то есть по нашим российским нареканий не было никогда. Что касается дешевой арматуры, конечно, рынок, китайский рынок достаточно обширный, и здесь все зависит от ваших потребностей. То есть если ваш приоритет это цена, вы, конечно, найдете самую дешевую арматуру. Но китайцы даже сами это говорят, что никто вам не гарантирует качество этой арматуры. То есть здесь как бы стоит вопрос, какие риски вы готовы на себя взять. И второй вопрос, конечно же, применение. То есть этот завод, завод Шонхен Валфа, он специализируется именно на сложных проектах. То есть здесь нет какого-то массового вала продукции. То есть мы стараемся брать проекты со сложными требованиями, со сложными условиями эксплуатации, со сложными средами. И на текущий момент, осуществив ряд таких поставок, мы можем с уверенностью заявлять, что завод полностью справляется. Качеством заказчики наши довольны. То есть у нас есть обширный референс-лист как и российских заказчиков, так и заказчиков из других стран, в том числе США, Европа. Ну и, конечно же, локальный китайский рынок. Такие компании, как СинПС, СинОПЕК, это известные китайские компании, они с полной уверенностью заказывают у этого завода продукцию. Скажите, пожалуйста, Игорь, что нужно сделать на самом деле, чтобы попасть действительно на локальном рынке для каких-то игроков, как СинПС? Почему я задаю этот вопрос? Потому что мы знаем, что это крупная компания. Сегодня они, как и ПС-подрядчики, строят очень много производств за рубежом, в том числе и у себя в Китае. Я знаю, что там очень повышенные требования. И сказать, что вы поставляете на такие предприятия, что значит? Это пройти аудит, это пройти сертификацию. Мне просто интересно, насколько там требовательное качество. Ну, конечно, то есть, как и везде, там происходит процедура квалификации поставщика. То есть, квалификация именно завода-изготовителя. То есть, завод Шонхен, хотел бы отметить, он имеет все стандартные сертификаты, которые нужны в Китае, то есть, которые выпускаются непосредственно Китаем, плюс американские сертификаты IPI, это нефтяной институт Америки. И, ну, соответственно, как бы еще имеются российские сертификаты по стандартам таможенного союза, то есть, по техническому регламенту. То есть, завод с легкостью проходит квалификацию именно по качеству. Ну и второй момент, я считаю, что это история поставок. То есть, так как я сказал, что завод существует больше 20 лет, они накопили немалый опыт и, как бы, могут предоставить свои предыдущие поставки, что тоже является немаловажным фактором. Спасибо большое. Ну, если перейти к сортаменту продукции, мы видим, что здесь есть и литые изделия, кстати, с телефонным уплотнением. Мне очень это понравилось, уважаемые друзья. Я вот жду, когда у нас в России начнутся такие поставки. Вот в Китае это широко распространено, и для российского рынка отмечу. И, конечно же, паковки, кованая арматура. Я так понимаю, это визитная карточка компании? Ну, не совсем, потому что, как я уже сказал, завод производит обширный спектр арматуры. Просто именно для нас, когда мы попросили предоставить образцы, а идея была в том, чтобы предоставить не просто арматуру, которую можно поставить в трубу, а именно, чтобы арматура была в разрезе, чтобы потенциальный заказчик мог подойти и посмотреть внутренности. То есть они почему-то выбрали именно кованую сталь и предоставили нам эти замечательные образцы, которые, в принципе, полностью работоспособны. То есть вы можете их покрутить, они откроются, закроются. Вы можете посмотреть все уплотнения, включая даже графитовую набивку. То есть она абсолютно реальная. То есть это фактически настоящая задвижка, которую можно было бы поставить в трубу, если бы она не была разрезанная. Да, замечательный показательный пример. Спасибо большое. Ну, и, конечно же, у меня остается еще один вопрос по поводу завода в Китае. Вы, как вы сказали, он находится в городе Шанхай. И вы сказали, что он занимается механообработкой. Сразу говорю, уважаемые друзья, сегодня, я так понимаю, идет сегментация, что есть литейные заводы отдельные, есть заводы по механообработке. Это связано с экологической ситуацией, я так понимаю. Можете более подробно сказать, как сегодня обстоит вообще дело с литейками в Китае? Ну, здесь я вам не скажу с полной уверенностью, но как обстоит дело с литейками в Китае. Я знаю, что конкретно этот завод не имеет своего литья. Я так думаю, что это связано с какими-то экологическими нормами, потому что в Шанхае я не наблюдал каких-то таких вот литейных фабрик, которые там дымили бы и так далее. Но мне кажется, что здесь просто завод закупает только качественное литье. Опять же, здесь вступает в игру лаборатория, про которую я упомянул уже. То есть делается очень качественный входной контроль. То есть я сам наблюдал, как это все происходит. То есть приезжает партия грубых отливок, то есть каждую отливку проверяют. То есть там есть специальный чек-лист, каждую отливку проверяют на качество. И если какие-то параметры не соответствуют, то есть там если раковины обнаруживаются или еще что-то, то просто отливки незамедлительно возвращаются к поставщику, и поставщик присылает новые отливки. То есть это процесс налаженный. Соответственно, у завода не один поставщик. То есть как бы, так как одно из преимуществ завода, то что он может поставлять огромный спектр стали разных марок. То есть там и нержавеющая сталь, и летая, легированная, то есть и высокотемпературная, и хладостойкая, и так далее. Соответственно, у них есть ряд поставщиков, именно те, которые удовлетворяют все эти потребности. На самом деле очень интересно действительно послушать производство, настоящее производство на китайском предприятии. Потому что мы были на одном из предприятий, повторюсь, и мы сделали большой репортаж. Очень много было интересно показать. Действительно, настоящее производство, а не гараж. Знаете, честно, уважаемые друзья, я не люблю, когда показывают гаражи, потому что это дают пощечину. Пощечину самой по себе промышленности. И если человек говорит, что в Китае производят только в гаражах, то можно сказать, что человек свой уровень показывает. Потому что я честно утверждаю, что в любой стране есть хорошие и плохие производства. Будь то Германия, Австрия, Россия или остальные страны. В том числе и Украина, кстати, уважаемые друзья. Спасибо большое, Игорь, за интересную презентацию и рассказ. Ну и, собственно говоря, хочется узнать самый интересный вопрос. Как вам выставка? Какие для себя впечатления вы открыли от участия в ней? Ну, так как мы участвуем именно с нашим заводом первый раз, конечно, впечатления положительные. То есть мы извлекли уже ряд моментов, которые мы обязательно улучшим на следующих выставках. Возможно, стенд будет побольше, мы привезем побольше образцов. То есть там в планах у нас даже собрать рабочий стенд, то есть там жидкость в трубах запустить. Но в целом, да, люди подходят, интересуются. Я, если честно, ожидал некий скепсис от людей, что как бы это Китай. То есть мы сейчас находимся тоже в так называемом китайском секторе. То есть был небольшой скепсис, но он практически в первый день развеялся, потому что люди подходят, вполне нормально интересуются. То есть очень интересные вопросы задают. То есть эта выставка очень полезная, и как бы мы будем продолжать на ней участвовать. Спасибо. Уважаемые друзья, но я могу только одно сказать, что образцы здесь достойны внимания. Это было интересно узнать, посмотреть, открыть для себя новое интересное у Китая. Спасибо еще раз большое, Игорь. Успехов вам, удачи. Спасибо. Ну и, конечно же, новых открытий в вашем заводе, в вашем делу. Удачи, друзья. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»